бонжорно мало просмотров проблема с которой сталкиваются все начинающие и не начинающие ютуберы и блогеры все с этим сталкиваются ну большинство людей и встает вопрос от тем или я вообще занимаюсь кому это нужно если никто меня не смотрит но люди забывают что важна не цифра а то что стоит за этой цифрой у тебя больше нуля просмотров у тебя больше для просмотров ответить у тебя есть один просмотр если у тебя есть один просмотр у тебя уже есть зритель и это уже не мало мало это если у тебя меньше одного просмотра понимаешь если он ноль просмотров и тебя никто не смотрит да это маловато это грустно ты делаешь что-то и это не видит а если есть даже один просмотр то один человек взял включил твой ролик посмотрел и возможно твой ролик ему помог но представьте снял ролик о том как побороть депрессию ну как какие-то свои советы а человек реально в состоянии депрессии случайно относит на твой ролик посмотрел ему стало получше и он например не стала напиваться там или делать что-то вредное а взял и пошел погулять или включил конь фильм расслабился ему стало лучше то есть ты повлиял на жизнь вот этого одного человека представляешь то есть это мало по-моему нет вот ты уже если есть один зритель ты уже делаешь что-то что влияет на других поэтому не надо думать что этого недостаточно тебе должно быть достаточно и этого понимаешь если есть хоть один зритель то значит кому-то это интересно понимаешь один зритель есть всегда ну то есть я наверное не натыкался на видео у которых вообще нет просмотров на ю тубе может быть они есть но обычно хотя бы один зритель но найдется понимаешь а потом будет и два и три зрителя и 5 зрителей до понимаешь что уже не на одного человека влияешь а на 5 потом может быть на 10 на 20 ну это разве мало ну да ты не влияешь на жизни там миллионов людей ну понимаешь все с чего-то начинают если ты влияешь положительно на жизни даже там одного или двух людей это уже очень классно представь вот ты думаешь да никому это не нужно вот зачем я буду снимать если все равно меня посмотрит очень мало людей но это же не не увидит чая буду вот у меня есть идея я хочу снять но не буду потому что меня никто не посмотрит но это же как-то глупо согласись другой момент вот представь в жизни миллионы вещей есть на которые ты можешь потратить свое время да ты можешь прочитать льва николаевича толстого можешь посмотреть игру престолов можешь полететь отдыхать в италию можешь и не знаю встретиться с любимой девушкой можешь сделать что угодно но ты из всего богатого спектра вещей которые ты можешь делать выбираешь посмотреть ролик чей-то ты тратишь на кого-то 10 минут своего жизни ты его выбираешь ты как бы делаешь его в пользу этого человека понимаешь ты его выбираешь над толстым над игрой престолов на встрече с кем-то то есть ты в этот момент выбираешь смотреть именно его ты свою жизнь как бы посвящаешь эти 10 минут просмотру чего-то видео понимаешь и представь что кто-то вот не ты а в отношении тебя такое делает что кто-то смотрит 10 минут твой ролик вместо того чтобы посмотреть не знаю крутой сериал или прочитать классику литературы а он смотрит твой ролик понимаешь он тебя выбрал он выбрал не толстого от тебя и это что это мало вот эти 10 минут он посвятит тебе и ты садить за эти 10 минут можешь сделать что-то хорошее и для себя и для него и тут вопрос как раз о том что вообще люди вправе снимать то есть если какие-то моральные рамки того что вот какой контент нужно производить я думаю что нужно производить и снимать такой контент который несет какое-то добро или учит чему-то хорошему или просто развлекает людей но этот контент не должен учить какому-то злу не должен воспитывать в человеке агрессию не должен воспитывать нём ненависть кому-то то есть это должно быть что-то веселое может быть но доброе то есть мне главная идея того что нужно снимать что-то доброе то есть есть абстрактные понятия добра и зла но каждого они свои но если ты я даже если понимаешь что ты чего-то делаешь плохое этого лучше не делать и также если ты понимаешь что ты делаешь что-то что несет какой-то вред лучше это не делать да и теперь но снова вернемся к вопросу когда мало просмотра понимаете что еще важно помнить у человека все время растут запросы сначала ему один просмотр мало потом ему 10 просмотров мало потом 100 просмотров мало потом тысячу десять тысяч миллион у У него всегда есть жажда, следующее желание всегда больше предыдущего, ну, как правило. То есть ему никогда не будет мало, он не сможет наслаждаться тем, что он имеет. Если этот человек не мудрый, если человек воспитывает в себе мудрость, то он сможет наслаждаться и заниматься своим любимым делом, ну, или не обязательно должно быть самое любимое дело, но каким-то делом, которое делать ему приятно. Он будет заниматься в любом случае, даже если буду смотреть ноль людей. Потому что ноль людей, ну, во-первых, это маловероятно, скорее всего, даже один человек, но посмотрит ролик. Во-вторых, ну, он как минимум это делает для себя. Он потом сам посмотрит этот ролик, и этот ролик будет не напрасен. Он через год зайдет на свой канал, откроет старый ролик, посмотрит, и, может быть, ему это поможет. То есть он сам себе поможет, у него уже есть зритель. Если ты снимаешь ролик, ты уже свой зритель в любом случае. Это даже для тебя потом может быть полезно. Задумайтесь об этом, прикольно же. Так что не надо переживать, что вас мало смотрят. Просто делайте то, что вам хочется. Снимайте ролики, делитесь какой-то полезной информацией, рассуждайте, веселитесь. И тогда вы будете себя чувствовать более удовлетворенно. Вы будете понимать, что я реализую свой потенциал. Я делаю то, что могу делать. Я себя не ограничиваю в творчестве, а несу его всем. Понимаете? Тогда вы будете счастливы. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...